Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предстоит избрать губернатора, а в отдельных муниципалитетах депутатов представительные органы власти. Заботой о жителях и ювелирной точностью. В Самаре завершился ремонт теплосетей в железнодорожном районе. Как назвать бассейн в Куйбышевском районе? Самарцев приглашают принять участие в опросе. Свой рабочий день Вячеслав Федорищев сегодня провел в Нефтегорском районе. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале. Он осмотрел земельные участки, которые выделяют многодетным семьям, и дал поручение областному правительству до 1 октября подготовить конкретный план газификации. Затем Вячеслав Федорищев оценил ход благоустройства детского парка «Парад планет». В этом году там сделали тротуар, установили детские площадки, сделали освещение. Глава региона обратил внимание на то, что производители малых архитектурных форм, которые размещены в парке, не из Самары, и поставил задачу отдавать предпочтение самарскому производителю. Также глава региона дал распоряжение, чтобы в парке «Парад планет» появилась обсерватория. Вячеслав Федорищев посетил дом по адресу Борвиков-1. На него поступило много жалоб от жителей Нефтегорска. В планах снос дома и постройка нового. Потенциальный застройщик уже есть. Затем Вячеслав Федорищев осмотрел предприятие, производящее кабельно-проводниковую продукцию. После чего встретился с жителями Нефтегорского района. Глава региона рассказал, что в Нефтегорском районе появится ледовая арена. Ее начнут строить уже в следующем году. Говорили и о состоянии рек и озер. Будет запущена программа по очистке водоемов. В этом году планируют провести газ в 9,5 тысяч домовладений. При этом 1134 договора уже просрочили. Всего заявок от жителей губернии свыше 28 тысяч. Руководитель области Вячеслав Федорищев потребовал принять срочные меры по исправлению ситуации. Как к этой новости отнесли жители Самары, узнала наша съемочная группа. Это большая радость для этих людей. Столько времени мы учились без газа. Сейчас насколько все будет быстрее, комфортнее, удобнее. Конечно, это замечательное начинание. Давно об этом говорят. А людям нужно, конечно, комфорт. А потом в деревнях-то живут в основном пожилые люди. Конечно же, надо о них побеспокоиться. Так что все правильно. Это первое, что надо делать давно. Мы же на газу живем, наша страна живет. Она богатая нефтью и газом. А почему бы и нет? Давно должно быть уже везде газ. Ну, конечно, хорошо. Но я рада за тех людей, которым газ подведут. Это же ведь действительно люди страдают от этого. Нет-нет, это все отличная идея. Это нужно для отопления, с детками особенно. То есть люди хотят жить загородной жизнью. Особенно сейчас, когда кто-то не может куда-то полететь и иметь свой такой уголок. Чем легче людям живется, тем лучше. Чем большему количеству людей лучше, тем приятнее всем жить в хорошем обществе. Замечательно. Тоже очень здорово. Чем дровами топить, лучше газом. Актуальные вопросы и планы работы обсудили в Департаменте городского хозяйства и экологии. Совещание провел заместитель главы городского округа Самара, руководитель профильного департамента Александр Андреянов. Сейчас повышенное внимание уделяется работам по подготовке к следующему отопительному сезону. Одно из важнейших направлений деятельности – перекладка теплотрасс на 24 объектах. Один из них на стадии завершения. На текущий момент работы по всем перекладкам в городе выполнены на 80%. Два объекта с некоторым отставанием, но в принципе ничего критичного нет. Это квартальные сети, которые в районе Карла Маркса и Нового вокзальной, и Старозагора Кирова. То есть все подконтрольно, значит, работы выполняют подрядчики. С заботой о жителях и ювелирной точностью. В Самаре завершился ремонт теплосетей в железнодорожном районе. Устраняли порыв две бригады. Пришлось проявить особую осторожность, поскольку здесь располагались и другие коммуникации. В чем специфика работ, которые выполнили на участке, расскажет Полина Чулякова. Гидравлические испытания – процесс для летнего периода традиционный. В этом сезоне после проведения обязательных профилактических работ на теплосетях при вокзальной отопительной котельной обнаружено повреждение трубопровода по адресу Урицкого, 14. Сейчас на участке рабочие ведут земляные работы. Далее демонтируют изношный участок трубопровода, заменят его на новый. Наша главная цель – это восстановление горячего водоснабжения в кратчайшие сроки у жителей безблизляющих домов. Соответственно, гидравлические испытания необходимо проводить для выявления слабых мест трубопроводов в теплое время года, для того, чтобы обеспечить их бесперебойную работу в зимний отопительный период. Ремонт этого участка позволит исключить возможные проблемы с теплоснабжением зимой для двух десятков жилых домов. Работают 9 человек оперативного персонала, задействованы 3 единицы техники. Для того, чтобы это не делать зимой, для того, чтобы местных жителей уже не отключать от отопления, приходится это делать летом. С этим необходимо мириться, для того, чтобы всем было тепло и уютно дома зимой. Горячее водоснабжение энергетики восстановят до конца дня 6 августа. Руководство ПТС приносит извинения за доставленные неудобства. Полина Чулякова, Валерий Майоров. События. Примерно 190 тысяч человек по всей стране подписали контракт о прохождении военной службы с начала этого года. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу можно узнать в Самарском пункте отбора по адресу улица Ленинская, 147. Там специалисты встречают желающих подписать контракт, проводят тестирование, медицинскую комиссию и предоставляют открытую информацию об условиях прохождения военной службы, социальных гарантиях, льготах и компенсации не только для бойца, но и для членов его семьи. Напомню, в регионе по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Вячеслава Федорищева увеличили единовременную выплату при заключении контракта о прохождении военной службы с 800 тысяч рублей до 1 миллиона 205 тысяч. Мои друзья и братья пошли на СВО. Я тоже решил подписать контракт. Война идет уже три года. Хотим, чтобы все завершилось и помочь товарищам позакончить войну. В этом месяце в России вступил в силу порядок завещания прав на национальную электронную валюту. Цифровые рубли теперь можно передавать по наследству. Эта форма денег появилась в стране год назад. Что с собой представляет цифровой рубль? В чем его отличие от безналичных средств и криптовалюты? Обсудила с экспертами Светлана Кудрявцева. В России с прошлого года существует три формы рубля. Это наличные, купюры и монеты, которые хранятся у нас в кошельке. Безналичные – это средства на счетах в банке. Ими можно пользоваться с помощью пластиковых карт и приложений. И третья форма – цифровая. Это средства на счетах виртуального кошелька. Все три формы эквивалентны. Один реальный рубль равен одному безналичному рублю и одному цифровому рублю. Технически цифровой рубль представляет собой уникальный цифровой код, который хранится в электронном кошельке на специальной платформе Центрального банка. Именно Банк России и выпускает цифровые рубли. В этом отличие от криптовалюты, у которой нет единого центра, контролирующего поток средств. Это эксперимент, который обсуждался уже давно. Как эксперимент в 2023 году он активно стартовал. Сейчас в нем участвуют 16 банков и около 400 лиц, с которой регуляторные песочницы пытаются установить, как это будет работать. Но эксперимент, который набирает обороты, потому что это уже в законодательстве, это явление, и с этим нужно научиться работать и пользоваться. Появляются отдельные механизмы, которые предусматривают, а как использовать. В том числе при завещании. У меня есть цифровая валюта. Могу ли я завещать? Раньше это был пробел. Сейчас государство сказал, что можно завещать. С этого месяца цифровые рубли можно завещать. Это делают в банке через соответствующее распоряжение с участием нотариуса. Правда, в массовый оборот цифровой рубль еще не вошел. Я, конечно, статистику не веду, но я еще не сталкивалась с тем, чтобы простые граждане именно осуществляли пользование цифровым рублем. Это скорее больше речь идет о компаниях, и в основном компаниях, активно участвующих в государственном секторе, то есть либо принадлежащих полностью или частично государству, либо сотрудничающих с государственным сектором. Цифровая форма денег необходима в большей степени государству и регулятору. Для контроля за движением денежных средств, для удобства расчета, в том числе выделения субсидий, распределения бюджетных средств и так далее, гораздо быстрее и удобнее это делать, в том числе, чем просто безналичными переводами. Потому что безналичный перевод – это лишь форма денег, а здесь каждый цифровый рубль имеет свой уникальный код, он подлежит учету, контролю, и таким образом контроль проще. Для граждан пользование цифры будет дешевле, поскольку безналичный расчет – это взаимодействие с банком, который может брать комиссию за переводы, эквайринг для бизнеса, а цифровой рубль облагаться дополнительной платой не будет. Поэтому каждый сможет выбрать, какую форму рубля использовать. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, Игорь Казановский. События. Самарская область продолжает готовиться к выборам. С 6 по 8 сентября жителям региона предстоит выбрать губернатора, а в отдельных муниципалитетах – депутатов в представительные органы власти. За месяц до старта голосования запустили работу горячей линии, куда можно обратиться по любому вопросу или оставить обращение. Как будет работать горячая линия и с какими проблемами можно туда обратиться – в нашем сюжете. Жительница Самары Ирина Лукьянова о начале работы горячей линии в преддверии выборов губернатора Самарской области узнала из средств массовой информации. Рассказывает, сразу же обратилась за разъяснением вопроса. Ребенку Ирины исполняется 18 лет только на третий день голосования – 8 сентября. Может ли юный избиратель проголосовать в первые два дня выборов? Операторы горячей линии ответили на вопрос Ирины подробно, ссылаясь на закон. Мне сказали, что можно, потому что в течение трех дней это действует, и ребенок может проголосовать заранее. Я узнала, что вот есть такая горячая линия, можно обратиться по любому интересующему вопросу и получить исчерпывающий ответ. То, что я и, в общем-то, довольна, и мне все понравилось. Горячая линия в регионе в преддверии выборов открывает свою работу в десятый раз. По традиции ее работу курирует нотариальная палата Самарской области. Обратиться можно по любому вопросу, будь то обращение в связи с выборами или социально-бытовые проблемы. Все звонки обрабатывает оператор. Если ответ невозможно дать сразу, обращение перенаправляют в органы государственной власти или местного самоуправления. Годы работы горячей линии показали ее эффективность. Если раньше от 80 до 60 процентов вопросов составляли такого социально-бытового характера, то на сегодня этих вопросов в последнюю избирательную кампанию прошлого года таких вопросов было всего 3 процента. 97 процентов были связаны с вопросами избирательного права. Открытие горячей линии инициировал общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В его состав вошли представители областной и общественной палаты, ведущие эксперты по части избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. По словам председателя общественного штаба Вадима Чумака, горячая линия – это эффективный инструмент взаимодействия власти и избирателей, а также элемент общественного контроля. У избирателей есть возможность получить именно в период выборной кампании, когда активность повышается, ответы на интересующие их вопросы. С другой стороны, это очень важная информация для лиц, которые претендуют на выборные должности во время избирательной кампании, для того, чтобы узнать и услышать чайные избирателей и те вопросы и проблемы, которые волнуют граждан Самарской области. В Самаре эвакуировали 25 человек из дома 226А по проспекту Кирова. Там произошел пожар. Из-за неисправности проводки в доме загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Пострадавших нет, сообщили в региональном главном управлении МЧС. На месте работали 34 человека и 9 единиц спецтехники. Рейс переправы из Рождествено в Самару, который должен был отправиться в 10.00, отменили. Как уточнили в речном пассажирском предприятии, это связано с техническими проблемами. В России начал действовать закон по защите должников от произвола коллекторов. Кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны вести записи общения с имеющими долг и хранить их в течение трех лет. Кредиторам и коллекторам запрещено действовать анонимно, причинять вред в любой форме, применять физическую силу, угрожать, оказывать психологическое воздействие, наносить вред имуществу, лично встречаться с должником чаще одного раза в неделю, звонить более одного раза в сутки, раньше восьми утра и позже десяти вечера в рабочие дни, и раньше девяти утра и позднее восьми вечера в выходные. В случае нарушения закона коллекторам грозит штраф до пятисот тысяч рублей. В Смышляевке продолжается строительство пятиэтажной поликлиники. Сейчас она готова на 70%. В здании разместят лечебно-профилактическое отделение, рентгенологическое отделение, дневной стационар, женскую консультацию и стоматологию. Также в учреждении предусмотрели безбарьерную среду. Сейчас на объекте устанавливают вентиляцию, системы кондиционирования, электроснабжение, отопление, водоснабжение и противопожарную автоматику. Внутри здания ведут отделочные работы, а снаружи благоустраивают территорию. Врач-флеболог рассказал, кто находится в группе риска развития тромбоза. Это мужчины после 40 лет, пациенты после травм и хирургических вмешательств, беременные и женщины после родов, люди, страдающие ожирением, девушки, принимающие гормональные контрацептивы. Иногда с онкобольными пациентами происходит так, что выявленный тромбоз помогает диагностировать рак. Важную роль в развитии варикозной болезни играет наследственность. Чаще тромбозу подвержены женщины. 2024 год объявлен в России годом семьи. Особое внимание на протяжении этого периода уделяют сохранению традиционных семейных ценностей, таких как любовь, верность, уважение, взаимопонимание и поддержка. Наши корреспонденты спросили у жителей Самары, считают ли они необходимым заключать брачный договор. Положительно отношусь к брачному контракту. У нас с мужем раздельный режим собственности заключен. Есть ситуации, в которых, наверное, без него никак. Вроде хочется сказать, что нет, но всякое в жизни может быть. И, не знаю, как-то двойственно. Наверное, в нынешних реалиях, когда мы много слышим о том, что происходит у некоторых, наверное, да. Но там прописывать определенные пункты уже, исходя из каких-то собственных предпочтений, чтобы было всем комфортно. Я думаю, нужно. Чтобы при разводе потом не возникло вопросов, кто кому что должен. То есть сразу проговорить это, сразу прописать. Я считаю, что его не нужно заключать. Там, где есть любовь, никакого контракта быть не может. Нет. Мы женаты без контракта, и я бы, наверное, не подписала. Если отношения завязываются на взаимном понимании и взаимных чувствах, то здесь никакие документы юридически подкреплять не нужно. Тут и так, понятно, все, без слов, без лишних слов. Когда неравные браки, я думаю, что, да, он как бы так выгоден для той страны, которая, как бы, ну, что-то имеет. А вот если мы с мужем поженились, когда были молодые, ничего не имели, так он нам и не нужен был. Ну, в общем-то, прожили счастливые браки. Нет, не нужно заключать брачный контракт. Ну, потому что семья должна быть все обоюдно, без всяких контрактов, без всего, с любовью. Если люди считают, что им это нужно, они вправе это делать. У нас с женой нет брачного контракта. Как-то обходимся. Каждый для себя сам делает этот выбор. Я бы не стала заключать, потому что отношения должны строиться на доверии. Сотрудники госавтоинспекции провели профилактическую беседу с детьми, отдыхающими в лагерях. Юным участникам движения напомнили о требованиях безопасности для пешеходов и правилах дорожного движения. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. Лето. Теплые дни без учебы и забот. Но даже в такое время дети могут оказаться в опасности. По данным госавтоинспекции Самары, за 7 месяцев текущего года произошло около 70 ДТП с участием несовершеннолетних. Погибших нет. С целью предупреждения подобных происшествий сотрудники госавтоинспекции напомнили школьникам, отдыхающим в лагерях, о правилах дорожного движения. Хотелось бы, конечно, обратиться к родителям, в первую очередь, так как у нас заканчиваются летние каникулы, и сейчас дети пойдут в школу, чтобы они еще раз объяснили, как переходить проезжую часть, на какой сигнал стафора, где это необходимо делать. Потому что безопасность ребенка превыше всего. Особое внимание уделили несовершеннолетним водителям средств индивидуальной мобильности – велосипедов и самокатов. До 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть и пересекать ее носимых. Дорогу необходимо переходить пешком, а средства передвижения вести рядом. О правилах безопасности сотрудники госавтоинспекции и других подразделений рассказали детям в игровой форме. Мы зачастую проводим беседы интеллектуальные, игры с детьми, где более, как сказать, в формате игры доводим до них мер безопасности, потому что возрастная категория детей разная, и не все воспринимают чаще всего речь взрослого человека. Поэтому это происходит в виде игры. В завершении встречи для детей провели танцевальный флешмоб. В Самаре ограничат движение транспорта на пересечении улиц Молдогвардейской и Невской с 5 утра 9 августа до 12 ночи 14 августа. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. В ведомстве уточнили, что временное закрытие проезда связано с ремонтом и подключением коммуникаций. Крылья Советов установили антирекорд российской футбольной премьер-лиги. Самарские серферы завоевали несколько наград российских турниров, а хоккейный клуб ЦСКА ВВС усиливается в межсезонье. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Крылья Советов продолжают серию неудачных игр в чемпионате России по футболу. Накануне в матче третьего тура самарцы на выезде играли против московского «Спартака». В концовке первого тайма хозяева дважды поразили ворота гостей. Отличились у Гальда и Пруцов. После перерыва у Гальда сделал счет еще крупнее. Волжане в ответ смогли забить один мяч, но его отменили из-за офсайда. 0-3. Поражение крыльев. Самарцы на последнем месте в турнирной таблице без набранных очков и с разницей мячей 1-10. Это антирекорд российской премьер-лиги. В Краснодаре состоялся финальный турнир 12-й летней спартакиады учащихся России по футболу среди юношей 13-14 лет. Самарскую область представляла команда Академии Крылья Советов. На групповом этапе волжане сыграли в ничью с осетинами, проиграли москвичам и победили Волгоградскую область, получив право сыграть в матче за третье место, в котором одолели команду из Свердловской области благодаря голу Тимура Курбангалеева. В рамках договора о сотрудничестве в ЦСКА ВВС командирован 20-летний форвард хоккейного клуба «Лада» Дмитрий Иванов. Предыдущий сезон стал для нападающего выпускным и одновременно самым результативным в МХЛ. За 53 матча в составе молодежной команды «Ладья» нападающий забросил 20 шайб и отдал 11 голевых передач, а показатель полезности в итоге оказался равен плюс 18. Также в самарскую команду перешел голкипер Илья Чубенко. Последний сезон он провел в клубе «Хума» из Ташкента. В Ярославской области состоялись все российские соревнования по серфингу в дисциплине «Доска с веслом». Участвовали 200 спортсменов из 20 регионов страны. Они соревновались в технической гонке, гонке на длинную дистанцию и спринте. Абсолютными победителями в категории «Про» стали Алена Суркова из Москвы и Руслан Гараев, представитель Самарской области. В Челябинске прошло первенство России по водолыжному спорту в дисциплине «Вейкборд» электротяга. Серебряным призером среди юниоров до 18 лет стал представитель сборной Самарской области Владимир Балаев. Самарцев приглашают принять участие в опросе и утвердить название для нового бассейна в Куйбышевском районе. Ссылка указана на экране. По инициативе жителей Самары принято решение о проведении второго этапа голосования. Опрос разработан Департаментом физической культуры и спорта Самары с учетом результатов предыдущего голосования и пожеланий жителей. Какое название лучше? Волга, Самара, нефтяник, жемчужина и чемпион. Опрос анонимный. Для участия в опросе необходимо авторизоваться через госуслуги. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. До 10 августа проводится народное голосование за лучший мурал в Приволжском федеральном округе. Сообщает телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской. Самарская область приняла участие в пятом юбилейном сезоне фестиваля уличного искусства ПФО «Форум Арт». В этом году регион представляет художник Дмитрий Горшков. Псевдоним «Пирог» с работой «Игра теней». Мурал был реализован на фасаде жилого дома в Самаре на улице Советской армии 121. Проголосовать за работу «Игра теней» можно по номеру, указанному на экране. Звонок бесплатный. Имена победителей станут известны на торжественной церемонии подведения итогов в Кирове. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что в Самаре продолжается прием документов для постановки на учет участников СВО и членов их семей для получения земельных участков. Прием граждан ведется по понедельникам и средам с 9 утра до 5 вечера по адресу Куйбышева, 48, кабинет 25. Также заявление можно подать через МФЦ. На территории региона до 15 октября действует особый противопожарный режим, напоминает администрация железнодорожного района. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня для приготовления пищи, сжигание мусора, сухой растительности, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках, а также запуск неуправляемых изделий из горючих материалов. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру 01 или 101. На этом наш выпуск завершен. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok